Привет, ребята! Привет вам из Лондона! Привет вам из моего сада! Сейчас 21 сентября, 2 часа дня и температура больше, чем 16 градусов. Как вы видите, солнечно и очень-очень прекрасно, поэтому я не примену воспользоваться таким прекрасным моментом и донести до вас свое мнение, свое видение ситуации на международной, так сказать, орене на сегодняшний момент. Я не буду много распыляться. Я, как уже говорила, меня меньше всего интересует вот это вот, кто какую деревню, где, кому я не являюсь комментатором, так сказать, обузревателем, так сказать, если вы понимаете, так сказать, регистратором. Вот это вот называется регистратор. Это когда ты на автомобиле ешь, и у тебя есть регистратор, и он все регистрирует, что он бачит. А ты уже такой сидишь и говоришь, я бачу то, я бачу то, тот, тот напал на этого, этот, на этого, наехал и тому подобное. Меня интересует, и очень давно, кстати, как повернется дальше ситуация, чтобы ее спрогнозировать. Хотя многие утверждают, что товарищ Путин является, так сказать, адептом ближнего боя, он подпускает противника как можно ближе, потом ему вламывает. А также, что он, когда он чувствует, что тут собирается, так сказать, толпа ему вломить, он бьет первым. Вот примерно так, примерно так, я рассматриваю тот момент, что было объявлено, что в 10 часов, в 10 часов, в 10 часов Путин объявит, так сказать, войну. А он частично объявил, он частично мобилизации объявил об этом в 8 часов утра вместо этого. И все не спали, не ели, не пили. Ну, понятно, почему в 10 часов, потому что в 10 это в Москве, а в Америке это день. И вот это был первый день вчера, этого, как он называется, заседания ООН, 77-го. Заседание ООН, кстати, у меня есть где-то выкладки о том, что означает в нумерологии цифра 77. Вот. Кроме того, многие обратили внимание, совершенно справедливо, что сегодня день Богородицы. Вот. Тоже очень важно, что в этот день, как говорится, Путин решил объявить о своих дальнейших шагах. Ну, и некоторые, вот, он испугался, он засал, он сказал 10, а сам вот взял и 8. Вот. Я думаю, что, кроме всего этого прочего, он еще совершил такой, как бы, лужный пас, в результате чего все раскрылись. Вот. Ну, то есть они бы, может быть, бы по-другому себя вели, и если бы он этого не объявил, а вот когда он это объявил, что что-то такое будет, то они все, как говорится, сказали все, что у них на языке и на уме соединилось в одну прекрасную мысль, которую, я думаю, ярче всех это высказал японский премьер, как говорится, япономать. Но дело в том, что больше в лицемерии, конечно, ожидать не пришлось от человека, который, в общем, короче, вот, недаром, как говорится, вся Юго-Восточная Азия помнит японское гостеприимное, так сказать, освобождение в сороковых годах. И эти опыты, эксперименты, которые японцы проводили на людях, вот, все там помнят, все очень их любят, между прочим, за это. И он такой весь демократ, и он решил взять и рассказать, что мы должны, чтобы защитить демократию, мы должны остановить, так сказать, Огрессора, для этого мы должны реформировать ООН. Самое важное, он сказал, и в его именно интерпретации, в его речи это прозвучало, и это очень важно. Дело в том, что с момента товарища Шваба, который рассказал, что мы будем устанавливать новый мировой орденг, основанный на правилах. Это очень важно. Было сказано, основанный на правилах. И везде, везде они здесь объясняли, что надо все на правилах, а правила, кто пишет правила, тот и выигрывает. А японский премьер сказал, что мы должны основываться на законах. И он это аж дважды подчеркнул, что надо на законы, которые установлены с момента, когда была организована ООН. И мы все время придерживались законов с момента, когда с 1945 года, это вот они, вот это все, вот Каддафи, вот это вот Хусейн и так далее, вот это Афганистан, это все было основано на законах, на каких-то, трудно сказать, на каких, даже та же самая Украина. Но, значит, вот здесь так вот прозвучало. И он сказал, что мы должны будем на следующей сессии принять уже новый закон о новом ООН. Лично я уже давным-давно сказала, что ООН надо переносить в Минск. Это я предлагала еще в 2015 году. Вот, значит, Минский, так сказать, консенсус к Батьке. Вот там чисто красиво в Минске. Красивый город. Вот, или во всяком случае там можно организовать какой-то такой, ну, незалежный форум неприсоединившихся, между прочим, стран. И по этой причине, как говорится, чтобы они тоже имели право голоса высказать, кстати, о своих, так сказать, переживаниях. Вот, но позиция, которую товарищ Лавров в последнее время позиционер, она явно говорит о том, что никто не имеет права не давать визы для посещения ООН в Нью-Йорке. Если в Нью-Йорке такие, извините за недержание, препятствия чинятся, тем более странам, которые входят в эту самую, как она называется, в совет безопасности, ну, значит, надо переносить этот совет безопасности. Это же опасно для безопасности. В Африку, в Руанду, Ашу, в Руанде, там уже отель построили на 45 мест. Почему нет? Это вот интересно. Ну, интересно, конечно, то, что Лиза танкистка поехала, и в первый же день она встретилась с Байденом, и в первый же день она стала продвигать свою повестку. А повестка у нее простая. Как говорится, где что плохо лежит, то отобрать. И вот она, конечно же, там будет продвигать эту идею. Она очень-очень такая сладкая, что надо отбирать дома россиян здесь, в Лондоне. И они их, скорее всего, будут отбирать. Вот. В газете Guardian уже вышла статья, что в Вестминстере, в Челси и в Белгравии россияны, начиная с 2010 года, скупили собственности на недвижимости на почти 600, больше чем 600 миллионов фунтов. И это надо отобрать и раздать квартиры людям. И вот я когда это прочитала, я сказала, о, вот, как говорится, на суде надо мне просить, когда вот это меня выкинут с этого прекрасного сада. Я, конечно, не мечтаю о квартире с видом, как говорится, на Бухенгенский дворец. Ну, почему бы и нет? Пусть мне, как говорится, тоже выделят там конуру в этом дворце в каком-нибудь. И вот мы туда переселимся с моей кошкой. Вот так я подумала. Но пока еще я это предложение не озвучила. Вот. Подождем. Потому что, как они сказали, что это очень-очень опасное действие. Потому что если мы отберем, мы должны быть уверены, что эти люди, которые закупили вот эти дома, там же неизвестно, кто собственник через агентство все покупал. И мы не знаем, кто они. Может быть, они добрые самаритяне, а не злые русские казнокрады. Потому что по закону, еще раз повторяю, не по правилам, а по закону, по закону отобрать собственность можно, конечно, в том случае, если это было отмывание денег. Но в таком случае надо эти деньги вернуть пострадавшему народу. То есть русским отвернуть. А как ты вернешь русским, когда они плохие? Вот сложно. Поэтому мы вернем эти деньги украинцам. Это каким украинцам вы вернете? Которые в Польше там батрачат? Или тем, которые там где-то в Швейцарии, в Германии, вот этим женщинам несчастным, с их несчастными детьми, где у них не осталось ничего, ни дома, ни, как говорится, мужа, возможно, которого кукнули там, прикукнули во время этого конфликта, потому что его туда заперли. Это, конечно, просто какой-то... Я даже не хочу это комментировать все. Это я даже не хочу все комментировать. Ну, вот так вот я прокомментировала. Ну, товарища Макрона я комментировать не стану. Он пусть вспомнит, как его обдурили его партнеры здесь в Англии, когда он приехал здесь на встречу с Семерки, и как они ему хлопали по спине, а у него за спиной создавали аукус. И та же самая Япония, и та же самая, значит, Канада, Австралия и Британия вместе с Соединенными Штатами. Они его пробросили вместе с его подводными лодками дурацкими. И он теперь бегает, как бы не пришей кобыле хвост, потому что, ну, конечно, он понимает прекрасно, что, если что, то Евросоюз очень сильно может. Это он, что у него в Африке, а у него в Африке тоже все поотнимали. И вот тут возникает очень серьезный вопрос о том, как будет выглядеть этот мир после вот этой вот, извините за выражение, сессии ОООН номер 77. Ну, а пока-пока.